Бенарный салют, друзья! На связи Инженер Спок. Сегодня выходит вторая часть курса по React. Напоминаю, что на YouTube размещается урезанная часть курса, поэтому если хотите поддержать канал, покупайте полную версию по ссылке в описании. В данном выпуске вы непосредственно начнете знакомиться с React и специфическим синтаксисом в React. Создадите свой первый компонент, познакомитесь с JSX-разметкой, композицией компонентов, их иерархией и заглянете под капот JSX. Поехали! Перейдем теперь к основной теме данного курса. Это библиотека React.js. Что это вообще такое? Это технология, которая разработана на языке JavaScript, является библиотекой для разработки пользовательских интерфейсов. Ее основные особенности это декларативный подход, компонентный подход и универсальность применения данного стека. Декларативный подход означает то, что при написании кода на React вы не пишете то, как именно код должен работать. То есть вы пишете только то, что код должен делать. То есть вы сосредоточены на описании интерфейсов и частей интерфейсов в каждый произвольный момент времени, либо в какой-то момент конкретного взаимодействия пользователя с данным интерфейсом или частью интерфейса. А всю такую низкоуровневую логику React берет на себя. То есть это существенно сокращает время разработки и в целом упрощает ее. То есть вы занимаетесь таким, можно сказать, планированием того, как будет работать ваше приложение и закладываете именно такие глобальные более алгоритмы именно по взаимодействию разных частей приложения. То есть как они между собой взаимодействуют, что происходит, когда пользователь каким-то образом с ними взаимодействует. А всякие такие технические моменты, которые необходимо было бы писать под эти все процессы логические, React берет на себя. То есть это существенно упрощает время именно на такую низкоуровневую разработку. Компонентный подход, он основан на том, что ваше приложение является собой не такой большой цельный кусок кода, оно разбито на маленькие составные части, как раз таки компоненты. Компоненты находятся в отдельных файлах и каждый компонент отвечает за какую-то часть приложения. То есть каждый компонент отражает какую-то часть, ну визуальную часть вашего приложения. Это может быть отдельная страница, может быть какой-то элемент страницы, к примеру, там список или модальное окно, или может быть даже еще более мелкий компонент, к примеру, кнопка, или текстовое поле, или select, то есть что-нибудь такое, еще более компактное. И это все необходимо для того, чтобы исключить ситуацию, когда бы вы описывали и разрабатывали многократно один и тот же элемент. То есть, к примеру, у вас есть набор страниц, на которых используется, пусть будет форма. И вы не пишете под каждую страницу, каждый раз форму, каждый раз с логикой, каждый раз там с отдельными функциями, которые обрабатывают эти все поля этой формы и куда-то отправляют данные. То есть вы просто создаете компонент формы, максимально универсально описываете, что этот компонент формы может делать и в каких ситуациях. То есть в зависимости от того, как с ним взаимодействуют и в каких условиях. И вот этот вот уже максимально универсально описанный компонент формы вы просто используете в разных местах вашего приложения. То есть если это, к примеру, 5 страниц, то у вас будет время затраты примерно в 4-5 раз меньше, если вы будете использовать и единый компонент формы. То есть вы просто его единоразово описываете и далее используете там, где-то необходимо. И на практике это очень удобно. То есть мы в следующих видео, когда будем разбирать компоненты, вы поймете, насколько это упрощает жизнь. Ну и широкая область применения стека подразумевает то, что помимо веб-приложений, с помощью React можно разрабатывать также мобильные приложения. Есть библиотека React Native и дополнение к ней Expo. И с помощью этого вы можете создавать полноценные мобильные приложения с установкой под Android и iOS. При этом сама технология в плане разработки у вас не меняется. То есть у вас точно такая же структура проекта, аналогичная визуальная представление ваших элементов. Только вместо HTML-тегов у вас там будут нативные элементы. В сущности это просто разные названия. То есть вместо div и span там будут view, scroll view, image и так далее. Но при этом все это выглядит абсолютно точно так же. То есть там не нужно изучать что-то принципиально новое. И в этом основное преимущество и удобство. То есть вы используете то, что вы и так уже умеете делать. Потом собираете ваше приложение и у вас появляются готовые файлы, которые уже можно устанавливать на мобильное устройство. Ну и еще помимо этого вы можете разрабатывать приложение с серверным рендерингом. То есть, к примеру, если вы делаете какие-то сайты такие классические, вам скорее всего потребуется SEO-продвижение для дальнейшего развития проекта. И такие традиционные сингл-пейдж приложения, они не очень хорошо подходят под SEO, потому что у вас на выходе получается одна страничка, на которой посредством JS генерируется какой-то контент. И это не очень хороший подход, поэтому был придуман еще один фреймворк, он называется Next.js. Там также используются все правила и синтаксис React, только у вас будет отличаться структура проекта уже после сборки. То есть вместо одного файла у вас будет множество файлов, как в таких традиционных сайтах, и каждый файл будет отражать как раз таки страницу вашего сайта. И на нем уже будет генерироваться контент. И вот с точки зрения поисковых машин это более уже, ну лучше подходит для какого-то их восприятия и чтения контента с них. Давайте теперь посмотрим еще документацию официальную данной технологии. То есть вот так она выглядит. Я вам тоже рекомендую даже в процессе обучения данному курсу посещать эту страницу, читать, возможно читать то, о чем мы будем говорить, потому что на теорию всегда полезно читать. И тем более, что на таких официальных ресурсах всегда собран максимально полный и детальный объем информации. Вот. Поэтому это хорошая привычка обращаться в такой теоретической части, чтобы вы не изучали. То есть не обязательно React. В данном случае вам предлагают познакомиться с React двумя путями. Это классический через теорию. То есть у нас тут есть какие-то главы и контент соответственно слева. Либо второй вариант это более прикладной, когда вы будете знакомиться с React на примере написания небольшой игры крестики-нолики. То есть вас тут проведут по всем основным темам. Вот. И на выходе получится какой-то небольшой проектик. вот. рекомендую посещать этот ресурс. Вот. Тут много чего полезного и лишним в любом случае это не будет. Ну а теперь давайте уже перейдем к следующему видео и начнем непосредственно знакомиться уже с технологией React. Давайте теперь посмотрим как выглядит React на реальных примерах и как вообще его можно добавить на сайт. Самый простой способ это использовать CDN то есть подключить его по ссылке. В этом случае вы получаете относительно легкость подключения то есть вам нужно просто добавить две ссылки на скрипты по которым уже лежит непосредственно сам React и в принципе вы можете уже начинать работать. То есть в этом случае порог входа в разработку он очень низкий. Ну и более прикладная особенность это возможность интегрировать React с вашим проектом постепенно. То есть таким образом вы можете добавлять его на какие-то отдельные страницы или даже участки страниц. В отличие от подключения через NPM где вы по сути должны делать новое приложение. То есть там вы создаете с нуля проект и уже в нем работаете. Здесь же вы можете добавить React по сути на абсолютно любую страницу. Давайте посмотрим как это выглядит. Перейдем снова в документацию и здесь есть раздел начать работу и прямо тут же на этой странице есть вот эта ссылка скачайте тестовый HTML файл. Нажмите на нее и вам откроется такое окно в котором будет приведен небольшой HTML код. Скопируйте себе его и добавьте в любой HTML файл заготовленный после чего сохраните данный файл вы можете открыть в браузере то есть не нужно никакие вводить консольные команды или что-то еще просто открывайте в браузере через правую кнопку и у вас уже будет что-то отображаться на странице. Давайте посмотрим что получилось и мы видим что по ссылке у нас открылась наша приветственная строка которая и была введена вот здесь если мы что-то поменяем то мы видим что это сразу же обновилось на странице посмотрим что тут вообще есть у нас с самого верху это видим ссылки на скрипты первые две это как раз таки CDN React.js то есть именно по ним у вас идет подключение к этой библиотеке ниже мы видим еще одну ссылку на такую такой скриптовый файл как Bable.js это компилятор с помощью которого идет преобразование этого вашего React кода уже в более понятный браузеру JavaScript потому что в данном случае если просто пустить этот код оставить как есть то браузер его не разберет потому что он невалидный убедимся в этом закомментируем компилятор и снова перейдем на страницу видим что у нас все исчезло потому что вот этот код он непонятен браузеру а именно вот такая вот строчка то есть мы видим что это как будто бы верстка привычная но она расположена внутри функции и функция возвращает как раз таки вот эту вот разметку она называется GSX и мы о ней будем говорить в следующих видео пока же просто посмотрите как это все выглядит в базовом виде то есть здесь мы можем заменить на любой валидный HTML тег давайте пусть это будет span сохраняем а мы не раз комментировали Babel сохраняем и мы видим что заголовок у нас в принципе поменялся на span также можно использовать какую-то вложенную верстку только в этом случае нужно использовать круглые скобки давайте напишем какой-нибудь div и поместим в него span и добавим еще одну строчку такую же посмотрим что получилось мы видим что теперь у нас вывелось две строки и в целом все валидные HTML теги они работают то есть все что вы можете писать в HTML вы также можете писать внутри компонентов React компоненты это такие функции которые отвечают за вывод какой-то JSX разметки на этом этапе я вам рекомендую также перейти на страничку документации где мы были и скачать вот этот тестовый HTML файл если же вы хотите попрактиковаться с самого нуля то есть ну создать попробовать какую-то свою разметку и просто использовать CDN с самого начала то данные ссылки вот эти вы можете найти в разделе добавляем React на сайт прокручиваем тут вниз под заголовки добавляем скрипт таки мы видим вот эти вот скрипты непосредственно с самим React и еще чуть ниже в разделе используем с GSX мы находим уже скрипт который ссылается на компилятор то есть вы можете самостоятельно добавить их и попробовать попрактиковаться с этим всем а в следующем видео мы уже перейдем к разработке такого пока тестового нашего компонента уже как раз таки с самого начала то есть без примеров попробуем посоздавать свои компоненты посмотрим как это все отображается на таком на самом базовом уровне поэтому жду вас в следующих видео перейдем перейдем к более практическому рассмотрению компонентов React и самой библиотеки React вернемся для этого наш шаблон из прошлого видео и для начала более детально разберем некоторые элементы которые у нас тут есть во-первых каждое React приложение содержит в себе корневой тег это чаще всего div но в принципе вы можете использовать какой-то другой тут это не принципиально и у данного корневого элемента всегда есть идентификатор в данном случае это root который нужен для того чтобы React понимал в какую именно часть HTML разметки нужно рендерить ваше приложение то есть для монтирования у нас используется вот эта конструкция для начала мы выбираем нужный элемент через стандартную функцию JavaScript после этого уже методом React мы создаем корневой элемент в который будет помещаться наше приложение и после этого в этот корневой элемент мы помещаем какой-то наш компонент либо набор компонентов то есть в данном случае это вот этот компонент app как вы видите в сущности компоненты это функция то есть у нас есть в данном случае функция app которую мы HTML подобным синтаксисом помещаем наш метод render это означает что данный метод мы можем поместить не только какую-то функцию которая возвращает нам JSX разметку но и просто саму эту JSX разметку то есть у нас есть наш пример открытый в браузере и давайте мы здесь немножко поменяем и поместим в метод render сам наш тег span мы видим что все осталось как есть то есть данный метод он принимает себя абсолютно любую JSX разметку неважно передаете вы ее в формате компонента в таком виде либо же это просто набор тегов то есть мы можем сюда же поместить точно так же и вложенную разметку сохраняем и мы видим что снова все корректно отображается но для удобства чаще всего конечно используют такой формат записи это еще объясняется тем что при работе у вас как правило будет достаточно большой набор компонентов которые будут отвечать за разные участки вашего приложения и в итоге они все будут стекаться в такой корневой компонент app ну к примеру app и уже он будет непосредственно рендериться то есть понятно что засовывать сюда в этот метод целое приложение это достаточно топорно и неудобно поэтому используется такой формат ну и что нам еще понадобится на данном этапе понимание того как в gsx прописываются классы элементов то есть мы наш тестовый компонент будем стилизовать чтобы он выглядел более наглядно и аккуратно поэтому этот момент тоже нужно понять в gsx вы пишете почти точно так же как и в обычном html то есть у вас есть точно такие же атрибуты и они точно так же выглядят только к примеру в случае с классами вы должны писать не класс а класс name в остальном же это все выглядит точно так же то есть формат записи он вот такой однако помимо этого есть еще один вариант это использовать фигурные скобки то есть таким образом в следующих видео мы разберем подробно что это за фигурные скобки и за что они отвечают то есть на самом деле это один из самых мощных инструментов вообще и именно он отвечает за многие реактивные и динамические возможности React.js пока просто запомним что такая возможность есть и в дальнейшем я буду использовать именно такой формат записи потому что в будущем он в любом случае станет для вас единственным используемым и поэтому к нему можно привыкать заранее продолжим теперь на практике работать над нашим компонентом в шаблоне я создал вот некоторый CSS код поставьте видео на паузу и скопируйте себе его чтобы мы не тратили время на стилизацию а занимались именно разработкой React компонентов для начала я перепишу вот эту вот запись в более лаконичной форме она будет выглядеть примерно вот так и помещаем сюда наш компонент app то есть в примере ничего не поменяется как видно но код стал более лаконичным и коротким записи в данном из следующих видео мы создадим простую страничку в которой будет шапка с набором кнопок также шаблон формы обратной связи с двумя полями также кнопкой то есть это все будет статично пока что без логики мы просто посмотрим как выглядит простой простое реакт приложения как в нем выглядят компоненты и как их можно оптимизировать поэтому давайте начнем и начнем мы с шапки нашей страницы она у нас будет размещена в теге header посмотрим на пример и мы видим что уже наш заготовленный css код каким-то образом ее стилизовал далее в ней разместим div в котором будет храниться некоторый логотип в нашем случае это будет просто шаблон логотипе логотипа с надписью и данному div мы зададим класс logo и сюда поместим какую-нибудь надпись которая будет символизировать логотип нашей страницы посмотрим что получилось также видим что все корректно вывелось далее разместим набор кнопок создаем еще один div на этот раз с классом вот таким вот buttons контейнер и сюда помещаем некоторый набор кнопок пусть они у нас будут лежать в спанах здесь не принципиально какой тег сделаем три штуки и теперь напишем какие-нибудь названия пусть это будет о компании контакты и время работы сохраняем мы видим что у нас все корректно вывелось в стилях мы видим что у нас указан tag button поэтому я все-таки заменю спан на button чтобы у нас применилось css таким образом и мы видим что у нас появились уже какие-то более-менее оформленные кнопки и сюда же мы добавим еще одну кнопку которая будет вызывать обратную связь то есть какую-то форму обратной связи всплывающее окно но в данном случае мы этот функционал делать не будем просто для наполненности добавим сюда еще одну такую кнопку также создаем див на этот раз с классом фидбэк и в этот див мы должны поместить два тега спан один у нас будет отвечать за надпись пусть это будет позвонить а другой просто добавлять некоторый эффект давайте сохраним и посмотрим что получилось то есть мы видим что у нас есть вот такая вот кнопочка с каким-то таким оформлением ну и в целом вы видите что у нас уже есть какая-то оформленная шапка при том что особых различий на данном этапе от того как бы все это выглядело если бы вы писали на html пока что нет то есть все достаточно знакомо и понятно исключение это вот формат вывода то есть то что у вас здесь все это выводится функции но в целом вы пишите точно такую же верстку с точно такими же тегами теперь давайте сюда же добавим на страницу форму для этого мы должны добавить сюда еще один тег который будет отвечать за контентную область нашего нашей страницы пусть это будет тег main сохраним и мы видим что у нас есть синтаксическая ошибка то есть весь компонент подсвечен красным цветом почему это происходит по правилам реакта в этом вот при терне должен возвращаться только один родительский элемент и в него уже должна быть вложена вся остальная структура то есть мы не можем вернуть такой компонент который у нас будет содержать два тега верхнего уровня в данном случае мы как раз таки это и получаем у нас есть хедер у нас есть main но при этом они ни во что не обернуты и такой формат вывода реакт не позволяет сделать при более подробном разборе концепции gsx мы поймем почему так происходит а пока же нам просто нужно как-то избежать данной ситуации для этого в реакте есть такая функция как реакт фрагменты записываются они следующим образом вызывается главный класс реакт и через точку пишем фрагмент ну это выглядит как обычный тег оборачиваем его нашу верстку и мы видим что ошибка у нас пропала на выходе данный фрагмент он не преобразуется ни в какой дом элемент то есть у вас не будет засоряться верстка он необходим именно для корректной работы и взаимодействия между собой реакт компонентов то есть в вашем дом дереве он никак фигурировать не будет и вы можете спокойно его использовать в каких-то подобных ситуациях давайте посмотрим мы видим что у нас нет никакой ошибки то есть наша страничка снова корректно работает теперь нам нужно сюда добавить нашу форму для этого мы будем использовать div так как у нас здесь такая просто наглядная демонстрация возможностей поэтому мы будем использовать самые простые теги и сценарии пишем div и зададим ему класс форм и сюда же поместим два input с типом текст у первого пусть будет placeholder введите ваш номер а у второго к примеру введите ваше имя посмотрим что получилось мы видим что у нас корректно выявилась наша форма и теперь сюда осталось добавить кнопку 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 у нас в форме будет в виде спана насколько видно по стилям сейчас посмотрим и здесь напишем что-нибудь напишите мне так стиле не применились давай попробуем также button ну и мы видим что да стиле корректно применились вот и в целом чуть более чем за 10 минут мы создали вот такой вот маленький шаблончик react компонента то есть мы видим что на первый взгляд это кажется все очень похожим на html как я уже говорил за исключением этого момента с выводом этой верстки ну и вот возможно вот таких вот элементов типа react fragment мы используем классическую html разметку и далее давайте разберем а в чем вообще смысл реакта и какие дает он преимущества по сравнению вот с таким форматом разработки в прошлых видео одним из основных одной из основных особенностей react.js мы называли компонентный подход давайте посмотрим теперь что он означает на практике на примере уже нашего созданного шаблона вообще когда у вас будут более крупные приложения понятно что они будут по размеру не вот такие а на несколько сотен и возможно даже тысяч строк кода и поэтому размещать все приложение в рамках одной страницы это очень неэффективно и ведет просто потому что вы можете запутаться в своем проекте его будет очень неудобно поддерживать вторая проблема здесь заключается в том что многие элементы вашего приложения вы так или иначе будете использовать многократно в разных местах вашего проекта к примеру вот та же самая форма которая у нас представлена вот таким фрагментом кода она может использоваться не только на главной странице как у нас сейчас а еще и на других страницах и соответственно каждый раз писать вот такой же код да еще и дописывать к нему логику это очень неэффективно и увеличивает временные трудозатраты на проект то же самое касается к примеру шапки приложения или других элементов и именно для этого используется компонентный подход то есть его задача в том чтобы все элементы которые вы будете использовать несколько раз выносить в отдельные логические структурные единицы ну либо если говорить другим языком просто функции которые будут отвечать за определенную часть вашего представления ну и аналогичным образом поступают также со всеми страницами какими-то более крупными элементами чем скажем кнопка или форма но менее крупными чем страница и все это дело разносится по разным компонентам давайте посмотрим на нашем примере как это может выглядеть у нас есть какой-то общий компонент app который сейчас отвечает за все приложение и давайте возьмем вот этот вот div который содержит логотип и попробуем вынести его во что-то изолированное вырезаем его из нашего общего компонента и здесь пишем function logo и эта функция будет возвращать нам как раз таки наш логотип то есть с точки зрения реакта любой компонент это по сути дела просто функция которая возвращает нам какую-то gsx разметку поэтому можем поступить таким образом и здесь вместо нашего дива мы просто прописываем как раз таки название нашего компонента лого обратите внимание что все компоненты именуются только заглавные буквы это соглашение которое используется в реакте оно может не повлечь за собой ошибки при компиляции однако так принято просто чтобы удобнее было контролировать проект и корректировать его при необходимости то есть просто запомните что все компоненты именуются только заглавные буквы аналогичным образом давайте поступим с нашим верхним меню создадим под него функцию меню и вернем нашу разметку и так же поступим с кнопкой фидбэк создаем функцию которая будет нам возвращать нашу кнопку и теперь мы можем все это дело разместить уже в хедере то есть далее у нас идет меню и затем идет фидбэк уже видим что приложение стало более структурированным и читаемым то есть у нас есть какая то более старшая иерархия элементов это хэдер и мэйн и есть более более маленькие единицы представления которые вынесены в отдельные функции и теперь если мы хотим что то поменять в нашем к примеру меню мы просто заменяем какой то элемент например пусть контакт у нас заменено на вопросы сохраняем и все страницы где используется данное меню у нас автоматически обновятся уже с новыми данными то есть если бы у нас было 10 страниц и в каждой из них используется вот это вот верхнее меню то благодаря тому что мы используем компонентный подход мы потратили на вот это вот изменение данных в 10 раз меньше времени чем если бы мы вписали данное название этой кнопки в каждой из страниц то есть когда появится логика дальше по ходу курса мы с этим столкнемся вы поймете что экономия времени она существенно больше может быть потому что в идеале на компоненты нужно делить так чтобы они были максимально универсальные и их можно было использовать практически в любой ситуации в какой они могут оказаться в вашем приложении то есть не только визуально вы их выносите в отдельную часть но и логику описываете таким образом чтобы она была максимально универсальной и теперь аналогичным образом вынесем форму также в отдельный компонент и сюда помещаем уже компонент форм сохраняем мы видим что наше приложение стало существенно аккуратнее смотреться давайте посмотрим теперь на результат так мы видим что где то появилась ошибка заменим здесь на букву е сохраним ну и мы видим что с представлением ничего не произошло то есть у нас все точно так же выводится при этом приложение мы существенно оптимизировали данный подход когда вы вкладываете компоненты один и другой он может быть еще более рекурсивным к примеру давайте заменим наш тег header на также компонент header создаем создаем под него функцию header и она будет нам возвращать просто тег header который будет уже содержать вот эти наши компоненты добавляем их сюда а в основном приложение просто заменяем это все на наш компонент и аналогичным образом давайте поступим с тегом main добавляем сюда форму а здесь рендерим просто компонент main сохраняем мы видим что все работает при этом наше приложение очень правильно поделено на логические и структурные составные части то есть у нас есть отдельно логотип есть отдельное меню отдельно у нас есть кнопка фидбэк и отдельно форма и также мы вынесли в отдельные компоненты также более крупные структурные единицы такие как header и main и все это у нас собирается наш главный компонент ап на выходе мы имеем такую вот очень аккуратную структуру теперь разберем следующую важную особенность и возможность которую предлагает React при написании разметки мы уже с ней сталкивались в прошлых видео и речь идет о вот этих вот фигурных скобках зачем они вообще нужны с помощью них вы можете размещать в вашей разметке какие то джаваскрипт выражения то есть в данном случае React поддерживает любые валидные выражения как какие то переменные так и операции сложения логические операции и так далее то есть благодаря этим скобкам возможно реализация таких функций как условный рендеринг отображение списков и так далее то есть это одна из ключевых особенностей React и GSX давайте посмотрим на примере начнем с чего-нибудь простого попробуем просто вывести какое-нибудь значение в этих фигурных скобках и за пример возьмем нашу кнопку которая находится в шапке вырежем то что там написано и поместим вот таким образом ну и давайте заменим для наглядности пусть это будет контакты сохраняем перейдем теперь на страницу эти обновим и мы видим что у нас кнопка поменялась то есть данный формат он точно так же работает теперь немного усовершенствуем данную запись и вот эту строчку контакты мы выведем какую-нибудь переменную которую назовем cont а в фигурные скобки поместим уже саму эту переменную обновляем и мы видим что так же все корректно выводится теперь если это переменная будет принимать какое-то другое значение к примеру наши контакты то мы видим что автоматически меняется представление и меняется соответственно запись в этой кнопке помимо этого в этих скобках так же как я говорил можно указывать какие-то выражения к примеру если мы запишем так то мы видим что все так же корректно выводится и можно использовать так же какие-то логические операции то есть если мы давайте зададим переменную каунт которая равна десяти и если мы здесь пусть зададим условие если каунт равно десяти то мы выводим здесь строчку контакты если же нет то мы выводим мои контакты сохраним буква лишняя и мы видим что вывелось слово контакты теперь мы поменяем переменную каунт и соответственно вывелось другое значение особенность есть в том что фигурные скобки в плане условий они поддерживают либо тернарный оператор либо более сокращенную запись когда нужно обработать только условия true то есть если counter на десяти то мы выводим контакты соответственно сейчас у нас не выведется ничего потому что условия срабатывает только при положительном значении при значении true сделаем count десять и у нас выводится наше значение операторы if ну и соответственно if else они здесь работать не будут то есть это нужно учитывать когда вы строите какую-то какой-то условно рендеринг это нужно иметь ввиду давайте давайте теперь немножко усложним то что здесь выводится это мы пока все удалим и создадим объект топ-меню поля пусть у него будут называться 1 2 и 3 соответственно и в эти поля мы поместим название верхних кнопок меню контакты вопросы и время работы и теперь используя наши фигурные скобки мы можем сюда динамически поместить созданный объект топ-меню 1 и аналогичным образом для этих двух кнопок и мы видим что все кнопки у нас корректно отобразились этот же прием можно использовать не только для вывода каких-то значений внутри ваших тегов но и в принципе почти в любом месте вашей gsx разметки то есть вы можете если мы говорим о стилях давайте попробуем к примеру стилизовать какую-нибудь кнопку уже внутри нее исходя из какого-то условия к примеру пусть у нас будет переменная active которая по умолчанию будет принимать значение false давайте если мы если у нас эта переменная будет равна false то цвет кнопки позвонить пусть у нас будет ну давайте красным для наглядности сделаем для этого мы переходим в нашу кнопку записываем тег style обратите внимание что стили если мы их прописываем напрямую в тег они передаются в формате объекта css подобным синтаксисом мы это будем разбирать более подробно в следующих уроках когда начнем разработку нашего учебного проекта вот то есть записывается как обычный объект и в данном случае нам нужно свойство color поэтому мы просто пишем color и через строку задаем ее значение вот таким образом обновляем мы видим что у нас цвет поменялся теперь нам нужно сюда добавить как раз таки вариативность в зависимости от значения переменной тут есть два пути либо вы можете это прописать как значение поля color то есть вот таким образом active равно false тогда значение будет red в противном случае пусть будет green мы видим что сейчас кнопка у нас красная давайте здесь поменяем на true и соответственно кнопка стала зеленая это первый тип записи либо вы можете в зависимости от принимаемого значения этой переменной выводить разный объект вот здесь давайте мы оставим здесь color red и запишем уже условия вне полей данного объекта active равно false тогда мы возвращаем объект со значением поля color red в противном случае цвет будет уже зеленым посмотрим что получилось то есть результат у нас тот же самый кнопка зеленая меняем на false и кнопка становится красной то есть мы видим что фигурные скобки открывают очень широкие возможности по управлению состоянием и внешним видом вашего приложения и ваших представлений то есть в зависимости от того в какой момент времени или на каком этапе взаимодействия с пользователем находится тот или иной элемент вы можете очень гибко настраивать его внешний вид и какие-то обратные реакции которые он дает на взаимодействие с ним и как мы видим они эти фигурные скобки позволяют проводить такие манипуляции как со значениями самих элементов так и с атрибутами и впоследствии мы еще будем разбирать условный рендеринг и списки и вы увидите что даже в целом само отображение каких-то отдельных элементов страницы оно также можно может быть может быть настраиваемо в зависимости от каких-то переменных и динамических значений сейчас рекомендую вам снова поставить видео на паузу ну либо после просмотра данного видео и вот с этим нашим шаблоном попробуйте взаимодействовать то есть допишите возможно кинуть свои компоненты сюда расширьте то что мы уже написали можете там понастраивать цвета или оформление и все что мы сейчас прошли эти все вещи попробуйте поприменять но уже на свой лад то есть отталкиваясь от того что есть здесь можете создать даже какую-нибудь свою страничку подобную этой но со своими компонентами со своими переменными и так далее то есть чтобы вот эти все моменты у вас закрепились потому что в принципе это самые базовые вещи на которых будет строиться так или иначе любая дальнейшая разработка это компонентный подход и вот эти вот динамические переменные и динамические данные которые как раз таки и отвечают за оживление вашего приложения ну а после этого уже переходите к следующем видео дальше мы разберем подробно что такое JSX чтобы было совсем понятно и комфортно в дальнейшем уже заниматься реактом ну и просто будет понятнее как это все работает то есть как вы уже наверное догадались вот эти вот все HTML подобные элементы это на самом деле не HTML а что-то другое и вот чтобы разобраться что мы как раз таки подробнее остановимся на теме JSX поэтому жду вас в следующих видео перед тем как перейти к разработке уже нашего учебного приложения давайте разберем подробнее что такое JSX то есть мы уже какое-то время поработали с ним мы знаем что он очень похож на JavaScript ой HTML разметку но также мы понимаем что он не является HTML разметкой потому что он позволяет использовать JavaScript внутри себя и поэтому давайте разберемся что это вообще за синтаксис JSX переводится как расшифровывается как JavaScript XML то есть это такая обертка над специальной специальным методом класса React который называется createElement данный метод на выходе отдает объект на основе которого уже и формируется наш DOM элемент JSX как мы уже знаем поддерживает встраивание динамических выражений то есть всех валидных JavaScript выражений и поддерживает HTML подобные атрибуты то есть они полностью похожи на те которые вы используете в HTML за исключением того что используется common case синтаксис если название атрибута состоит из двух и более слов давайте вернемся к нашему шаблону из прошлых видео и остановимся на каком-нибудь простом компоненте к примеру вот logo как мы уже поняли все компоненты в react это функция но теперь нам нужно понять что из себя представляет данная строка на самом деле это тоже функция то есть мы можем немного переписать данный компонент давайте создадим новый non-gsx logo и здесь у нас будет также возвращаться наш элемент но несколько другом виде react create element так create вот такая функция данная функция принимает в себя несколько параметров самый первый это строка которая содержит в себе название того html элемента который вы хотите использовать отрендерить в данном случае это div второй параметр это набор всех атрибутов который который будет установлен на данный тег однако нужно понимать что вот эта конструкция которая выглядит как атрибут на самом деле представляет собой пару поля и значение поля то есть этот момент очень важно понять чтобы в дальнейшем было проще взаимодействовать с react то есть вот эту пару class name равно logo на самом деле мы можем переписать вот таким образом class name logo и это абсолютно идентичные вещи но для удобства разработки также для того чтобы как раз таки обеспечить тот самый декларативный подход о котором мы говорили в начале данный формат преобразуется вот к такому виду то есть это просто как раз таки синтаксический сахар над вот этой вот функцией методом react create element третий параметр здесь будет потомок и очень важно также понять логику этого параметра если у вашего элемента есть какие-то встроенные теги то третьим параметром будет передаваться еще одна такая же функция которая в свою очередь будет принимать уже параметры для вложенного элемента то есть react create element она вызывается рекурсивно в случае если у вас есть какие-то вложенные друг в друга элементы в нашем случае потомок тоже есть и это текст лога то есть это выглядит все вот таким образом если бы у нас тут был к примеру span давайте попробуем так span и уже в нем было написано бы лога то мы бы здесь сделали следующим образом третьим параметром мы бы снова передавали react create элемент которая бы снова принимала в себя те же самые уже свои параметры то есть это название тега span это набор атрибутов которого у нас в данном случае нету и соответственно это потомок и в данном случае это будет уже текст span то есть вот таким образом давайте теперь подставим это дело в наш компонент header вместо вот этого лога мы здесь подставим наш вновь созданный компонент нон gsx лога вот сюда сохраняем давайте перейдем на страничку нашего примера на всякий случай обновим ну и как вы видите у нас ничего не поменялось то есть для наглядности давайте здесь напишем logo new сохраним и мы видим что у нас корректно обновился наш компонент то есть вот этот момент очень важно понять чтобы не было по ходу дальнейшей разработки и обучения каких-то непониманий относительно вот этих всех конструкций то есть это не нужно воспринимать как html разметку которая каким-то образом интегрировала в себя javascript то есть если с таким подходом подходить то то будет сложнее понять некоторые моменты и особенности реакта и в принципе может возникать путаница и поэтому сразу на берегу нужно просто уяснить что вот это все это функции которые выглядят вот таким образом и в принципе вы можете все ваши компоненты писать вот таким образом то есть реакт этого делать не запрещает и вам ничего не мешает разрабатывать именно так и в конечном итоге все что вы пишете вот таким html подобным синтаксисом оно сначала преобразуется как раз таки функцию react-create-element мы сейчас посмотрим как это происходит вот и вам просто нужно держать в голове что когда вы пишете вот такое вот html подобное вещи вы по сути по существу используете вот такие вот функции и вся ваша разметка это просто функция create-element которая рекурсивно вызывает сама себя и все и поняв и запомнив этот момент вы существенно быстрее поймете многие нюансы библиотеки react.js давайте давайте еще покажу вам одну вещь то есть мы в начале нашего обучения говорили про вот эти вот ссылочки и здесь у нас есть последний скрипт который ведет на этот некий компилятор bable.js который как раз таки и занимается тем что вот этот вот наш весь gsx код каким-то образом преобразует валидный gs и мы на самом деле можем посмотреть как он это делает отчасти я вам показал на вот этом примере то есть в данном случае мы уже видим валидный джаваскрипт который способен прочитать браузер ну и давайте перейдем на страницу компилятора bable у меня она уже открыта вы можете найти ее самостоятельно просто вводите в поисковой строке bable.js и увидите там первая же страница и нас интересует здесь раздел try it переходим и здесь нам предлагается посмотреть каким образом bable преобразует наш gsx код уже в нативный gs давайте возьмем какой-нибудь наш компонент пусть это будет ну вот к примеру форм прямо целиком копируем эту функцию вставляем сюда и мы видим в принципе ровно то же самое что мы писали сейчас с вами в нашем шаблоне то есть это просто набор функций createElement которые вызываются рекурсивно и в которые передаются параметры то есть первое это название тегов второе это набор атрибутов третье это потомок если это если потомки есть в плане html элементов то передается просто еще одна функция если потомок это текст к примеру вот напишите мне то потомкам передается просто строка попрактикуйтесь то есть для понимания как это все работает это очень такое интересное занятие особенно на начальных этапах знакомства с реактом я вам даже советую найти в интернете какие-нибудь открытые github репозитории в которых будут доступны там ну прям сложные реакт компоненты большие объемные и прямо целиком просто копируете в это левое окно и убедитесь что любой даже там самый большой компонент он в итоге преобразуется в такой набор простых функций в весь реакт он строится вот на этих вот реакт крейт элемент у нас в дальнейшем будет тема про рендеринг и мы будем разбирать как реакт вот из этого кода уже формирует непосредственно дом элементы а на данном этапе просто разберем ну уже разобрали первый шаг то есть как наш gsx код формируется уже валидный gs и тут еще интересный момент мы тоже с вами в первых видео сталкивались когда мы разбивали наш компонент ну вот этот общий компонент ап под компоненты у нас здесь был такой момент что мы должны были сделать обертку в виде как раз таки реакт фрагмент и уже сейчас мы можем понять вообще зачем это нужно было с точки зрения логики то есть как мы видим у нас есть функция react create элемент которая рекурсивно при необходимости вызывает сама себя и таким образом формируется вот это вот это называется виртуальная дом дерева которая состоит из вот этих вот объектов такая модель на основе которого будет строиться уже настоящий дом дерева ну и мы понимаем что ситуации когда могут быть вызваны две вот этих вот функции react create элемент быть не может то есть сама концепция рекурсивность она подразумевает что верхняя функция должна быть одна и именно поэтому в случаях когда мы пытаемся вернуть вот здесь вот два верхних компонента которые находятся на одном уровне react нам выдает ошибку потому что для отработки вот этой вот модели ему нужна одна верхняя функция в которую уже вложены все остальные функции вот этим вот третьим параметром то есть я думаю сейчас это уже понятней что это не просто какие-то причуды разработчиков вполне есть конкретная причина почему react не дает рендерить вот таким образом без обертки какого каким-либо верхним компонентом обязательно вам прямо советую попрактиковаться вот здесь потому что это очень такая фундаментальная тема если ну не понятие как она работает как это все работает под капотом то вы просто можете столкнуться с тем что вы как бы используете react но не пишите на нем то есть вы там какие-то тонкие моменты и какие-то сложные ситуации просто можете не обработать как нужно если вы не усвоите вот эти вот базовые вещи что у него находится под капотом и как это все происходит на самом деле поэтому поиграйтесь вот здесь компилятором потренируйтесь поводите что-нибудь и после этого уже переходите к следующему видео и мы начинаем уже разработку нашего учебного проекта со следующего видео то есть мы разберем решение create react tab которое позволяет создавать новые приложения и потихонечку уже начнем создавать наш учебный проект который вы получите по окончании данного курса до новых встреч подписывайтесь и ставьте колокольчик а комменты пишите под видео если не подпишешься вычислю по IP